21 октября 2021 года учителей семь очередной массажный салон СИАМ. По информации, которая есть у общественников, данная сетка у нас работает без специального разрешения, без лицензии. В целом их по городу около пяти, порядка пяти салонов. И согласно информации, которая размещена на интернет-ресурсах и реестр лицензий в Росздравнадзоре. Лицензия на медицинскую деятельность у данного салона имеется только по адресу самолетная. То есть по остальным четырем адресам деятельность осуществляется незаконно, прикрываясь СПА-процедурами, прикрываясь дополнительными методиками и других технологий. Здесь реально работают тайские мастера и осуществляют массаж отдельных частей тела человека, что уже попадает под медицинскую деятельность. Сегодня проведем повторный мониторинг, зайдем в это помещение, попробуем устроить диалог и беседу с администратором данного салона, выясним конкретно, какие услуги здесь оказываются. Так, заходим к помещению массажа в салоне СИАМ. С правой стороны у нас доска информации деятельность осуществляет ООСИАМ. Здесь есть приказ на пресс-курант-цент, который утвержден в этом салоне. То есть вот смотрим, есть рефлексология стоп, тайские традиции, программа, считающая себя тайской традиционной практикой, эстетическим массажем лица и шеи. То есть вот мы видим, что здесь производится массаж лица и шеи. Общественная организация «Народный контроль». Вот у нас такой вопрос. Скажите, пожалуйста, мы в соответствии с законами защиты прав потребителей можем быть информированы, знать конкретно, какие услуги в вашем салоне оказываются. Вопрос. У вас есть тайский массаж? Во-первых, у нас запрещена фото- и видеосъемка. Попросим вас, пожалуйста, прекратить ее. А на основании какого закона, чем вы руководствуетесь? То есть я снимаю ваше помещение. Это правило вашего салона. Есть федеральные законы, которые имеют высшую юридическую силу. Это закон о средствах массовой информации, закон об общественных объединениях, ФСН-82, который четко регулирует и регламентирует наши действия. Поэтому в нашем случае мы как потребители, как общественники пришли выяснить, чем вы занимаетесь, и съемка производится на законных основаниях. Поэтому мы закон не нарушаем. Нет, ну вы просто ответьте на вопрос. Какие услуги у вас оказываются? Просто можно ответить на вопрос? У нас спа-салон. Мы оказываем спа-услуги тайские. А тайские мастера что делают? Они принимают массаж? Они не применяют массаж. У нас оказываются только спа-услуги. А вот то, что у вас там на прайсе указано, массаж шеи и лица. Я специально сделал расчетку в Министерстве здравоохранения. Это здесь ответ. Есть указан перечень массажей, которые лицензируются этим органам. Поэтому еще раз доводим в вашем салоне, что по вашему салону уже написано заявление в органы Роспотребнадзора, в МВД по Северной области, в ИПК ГУД по Северной области. И в ваш салон, в вашей сетке на контроле. А покажите документы, которые вам разрешают запретить нам работать. Федеральный закон номер 82 об общественных объединениях полностью регулирует нашу деятельность. Устав нашей организации. Прямо там так и написано, что мы защищаем права интереса граждан и предпринимательщики лиц. Если посягается на их жизнь и здоровье, на безопасность посягается с вашей стороны. То есть вы своими действиями создаете риски, создаете общественную опасность своими деяниями. Потому что у вас, во-первых, мастера зарубежья, они неквалифицированные, они проводят манипуляцию с темного человека. И есть риски получения, ну, потому что мы ранее ходили по вашим салонам, и они даже по-русски даже не разговаривали. И вот как бы, как у них образование, понимаете, какие-то часы, квалифицированные часы. То есть прошелся на 150 часов по массажу. Это есть у них, нет? У них есть квалификация. То есть вот у нас имеется наличие в прайсе оказываемых услуг. Здесь даже есть услуги, которые оказывают даже детям от 4 до 14 лет. То есть риски несут не только взрослые, но и дети тоже так же. То есть.